Диаграмма Пурбе Приветствую! Меня зовут Денис Михайлович, и я буду рассказывать вам про химию. Сегодня мы будем говорить о диаграммах Пурбе. Это такие картинки, каждый из которых отображает химию одного элемента. Вот как выглядит диаграмма Пурбе для хрома. По горизонтальной оси отложена величина pH. pH 7 это нейтральная среда. Чем pH меньше, тем среда кислее. Чем pH больше, тем среда более основная. pH можно измерять при помощи специальных датчиков. В данном случае это датчик от компании научные развлечения. В нейтральных средах, например, в водопроводной воде, pH около 7. Если добавлять кислоту, pH понижается. А если добавлять основание, pH повышается. По вертикальной оси отложен окислительно-восстановительный потенциал. Он измеряется в вольтах. Чем он больше, тем среда более окислительная. Чем он меньше, тем среда более восстановительная. Датчик окислительно-восстановительного потенциала называют еще редок с электродом. Его чувствительный элемент – платиновая проволочка на конце. Внутри хлоросеребряный электрод сравнения. Он погружен в раствор хлорида калия, соединенный с внешней средой ионным мостиком. Этот электрод показывает потенциал относительно хлоросеребряного электрода. А в диаграммах Пурбе приводится потенциал относительно стандартного водородного электрода. Чтобы привести один к другому, нужно прибавить 210 мВ. Что же изображено на поле, заданном этими двумя осями? На самой диаграмме приведены формы, которые устойчивы при данной комбинации значений pH и окислительно-восстановительного потенциала. Видно, что какие-то формы, например, хромат, устойчив только в окислительной и щелочной среде, а какие-то формы, например, хром-2+, только в восстановительной и кислой. Вот как выглядят эти формы. Металлический хром. Ион-хром-2+, в растворе. Соединение хрома-3+, в твердом состоянии и в растворе. Гидроксид хрома, хромо-H3+. Гидроксокомплекс хрома, хромо-H4- в растворе. Хромат в твердом состоянии и в растворе. Иди-хромат в твердом состоянии и в растворе. Еще раз приводим фотографии всех форм хрома, отображенных на диаграмме Пурбе И обращаем внимание, что окраски полей соответствующей формы приблизительно похожи на окраску самой формы Теперь как пользоваться диаграммой Пурбе Начнем с самого простого Если мы подщелачиваем раствор, значит мы двигаемся по диаграмме Пурбе вправо И получаем форму правее той, из которой мы исходим Например, подщелачивание оранжевого дихромата приводит к желтому хромату Аналогично, вот у нас хлорид хрома-3, его среда за счет гидролиза кислая Если мы будем добавлять к нему щелочь, то выпадет гидроксид хрома Если же мы к нему добавим еще щелочи, то гидроксид хрома растворится с образованием гидроксокомплекса Собственно, почти так и происходит Сначала образуются зеленые растворимые основные соли хрома, которые в диаграмме Пурбе не отмечены Дальше при добавлении щелочи выпадает зеленый гидроксид хрома А при дальнейшем добавлении щелочи он растворяется с образованием зеленого раствора гидроксокомплекса Подкисление это наоборот смещение по диаграмме Пурбе влево через вертикальные границы Например, если мы будем подкислять желтый хромат, то у нас образуется оранжевый дихромат Аналогично Подкисление зеленого гидроксокомплекса хрома дает сначала еле уловимый гидроксид хрома, а потом зелено-фиолетовый раствор, содержащий ионы хром 3+. Вот как это выглядит на диаграмме Пурбе Обсуждать окислительно-восстановительные процессы удобнее на диаграмме Пурбе для марганца Вот она Важнейшие формы существования марганца это металлический марганец Йон марганец 2+, в виде растворимых солей Нерастворимый гидроксид марганца 2 Нерастворимый оксид марганца 4 Растворимый манганат степень окисления марганца плюс 6 И растворимый перманганат степень окисления марганца плюс 7 Цвета соответствующих форм более или менее отображены на диаграмме Обсуждать диаграмму Пурбе для марганца мы начнем с вопроса, на который вы можете ответить сразу А именно, что будет, если к соли двухвалентного марганца добавлять щелочь? Ответ на этот вопрос вы узнаете позже А сейчас мы поговорим о новых вещах Если две формы на диаграмме Пурбе разделены третий То эти две формы будут реагировать с образованием третий В частности, Йон марганец 2+, и перманганат Йон Кон пропорционируют с образованием оксида марганца марганец О2 При этом выделяется кислота, поэтому pH падает А теперь вопрос по диаграмме Пурбе для хрома Что будет, если мы будем долго и энергично перемешивать порошок хрома с солью хрома-3 в кислой среде? Если при каком-то из значений pH формы не существует, то при доведении среды до этого значения pH эта форма будет диспропорционировать на две соседних Посмотрим, как ведет себя в разных средах манганат, который мы получим разложением перманганата калия при нагревании Манганат устойчив только в щелочной среде Если мы высыпем манганат в раствор щелочи, то зеленая окраска его раствора будет стабильно достаточно долго Если мы высыпем манганат в воду, то есть в нейтральную среду, он распадется на оксид марганца-4 и фиолетовый перманганат При этом среда будет защелачиваться, и из-за этого реакция будет идти достаточно медленно Кислый же среди диспропорционирования происходит моментально, мы даже не успеваем заметить зеленую окраску манганата И вопрос по диаграмме Пурбе для хрома Что будет, если мы добавим щелочи к раствору соли хрома-2? Ответ на этот вопрос вы тоже узнаете позже, а пока опять-таки поговорим о новых вещах На диаграммах Пурби мы видим две синие косые линии Они ограничивают область устойчивости воды Верхнюю линию мы будем называть кислородной линией, а нижнюю линию водородной линией Теоретически, если какая-то форма полностью лежит выше кислородной линии, она способна выделять кислород из водных растворов, то есть окислять воду Если же какая-то форма полностью лежит ниже водородной линии, она теоретически способна выделять из водных растворов водород, то есть восстанавливать воду Однако, чтобы такие реакции шли с заметной скоростью, соответствующая область должна отстоять от области устойчивости воды хотя бы на 0,6 вольта Например, перманганат в кислой среде способен вытеснять кислород с образованием оксида марганца, но только при нагревании Зато металлический марганец, область существования которого в кислой среде лежит далеко от области устойчивости воды, прекрасно выделяет водород в кислых средах Если область существования какой-то формы целиком ниже кислородной линии, то весьма вероятно, что эта форма будет окисляться кислородом Например, если добавлять щелочь к раствору соли марганца-2, то будет выпадать осадок гидроксида марганца-2 Но этот осадок розовый В присутствии растворенного в воде кислорода он немедленно окисляется до коричневого оксида марганца либо 3, либо 4 Когда кислород заканчивается, окисление прекращается, поэтому коричневая окраска не нарастает Однако, если через осадок гидроксида марганца продувать кислород, то коричневая окраска будет усиливаться за счет дальнейшего окисления этого вещества А вот соли двухвалентного марганца кислородом не окисляются, потому что область существования иона марганец-2 плюс пересекается с кислородной линией И вопрос по диаграмме Пурбе для хрома Что будет, если пропускать кислород через раствор соли хрома-2 плюс? На видео этот процесс показан, но уравнение реакции мы не пишем, подумайте сами Если область существования какой-то формы целиком лежит выше водородной линии то теоретически эта форма может восстанавливаться водородом Однако практически скорость таких реакций в растворах крайне мала А теперь давайте посмотрим, как наложение диаграмм Пурбе позволит предсказывать реакции между соединениями разных элементов Для примера наложим диаграмму Пурбе для марганца на диаграмму Пурбе для хрома Если области существования двух форм пересекаются при каких-то значениях pH то при этих значениях pH эти формы реагировать друг с другом не будут Например, диаграмм не будет окислять соли двухвалентного марганца потому что их области существования пересекаются Если же области существования двух форм не пересекаются то между этими формами возможна реакция с образованием промежуточных форм Например, перманганат окисляет гидроксокомплекс хрома-3 до хромата а сам при этом восстанавливается до оксида марганца Обычно, чтобы окислительно-восстановительная реакция шла с достаточной скоростью формы существования должны расходиться больше, чем на 0,2 В Расстояние между хромом 3+, и перманганатом в кислой среде несколько меньше и реакция между ними идет только при нагревании Перманганат восстанавливается до оксида марганца, а хром-3+, окисляется до дихромата Но даже при нагревании эта реакция идет медленно На видео она ускорена в два раза и все равно протекает далеко не сразу Собственно, про диаграмму Пурбе основные вещи я вам рассказал Теперь вы можете смотреть на диаграмму Пурбе для хрома и марганца и думать, как разные их формы будут взаимодействовать друг с другом С вами был я, Денис Жилин. Пока!